всем привет вы на канале покажу варим это значит что сегодня будет что-то вкусное недавно я был в таиланде и там одно из самых популярных блюд это жареный рис под тай его готовят как угодно там добавляют мясо курицы добавляют свинину добавляют креветки миди все что угодно то есть белковая составляющая этого блюда ваша фантазия хоть сосисок добавьте сегодня мы больше про принципы и давайте посмотрим чё же я закупил для этого рецепта лучок белый затарили чесночок обязательно креветки коктейльный перец острый лайм зеленый лук и кинза ну рис желательно взять жасмин не круглый помидоры черри арахис отлично подойдет ну и несколько ингредиентов которые есть всегда дома там типа яйцо соль перец вот всякое такое сначала отварим рис ничего сложного нет смотрим на этикеточку там все написано обычно один к двум и варить зависимости от сорта риса у меня жасмин поэтому около 15 минут будет вариться на медленном огне вот почему я взял не круглозерный рис потому что он менее липкий более рассыпчатый вот и все круглозерный больше липнет вся магия предварительно рис я промою просто под проточной водой вот так под наклоном лишний крахмальчик уйдет будет более рассыпчатый сольем воду и добавим воду две части ставим вариться до закипания ставим на большой огонь потом сделаем его минимальным и сразу посолим его рис начинает закипать уменьшаем до минимума накрываем крышкой и 12-15 минут пока не впитается вся вода перемешивать ничего не надо не надо перемешивать это значит совсем не надо перемешивать то есть ничего с ним не делаете минут через 13 рис впитал ведь он ничего абсолютно не потребовалось от нас никакого участия перемешивания и так далее рис готов оставим его пускай стынет подготовим овощички лук чеснок помидорки и всякое такое я поленился я купил готовую смесь ну тут морковь уже порезанная там горошек все что будет не лишним в этом блюде я возьму половинку лука я порежу лук полукольцами можно кубиками можно четверть кольцами можно перьями вообще не имеет принципиального значения зубчика 34 чеснока можно чеснокодавкой пользоваться можно просто мелко порубить я люблю поработать ножом тем более когда это хорошие ножи а у меня самура кто еще не знает ребят ссылки всегда на самуру в описании пользуйтесь хорошими ножами красивыми острыми очень удобными эти черные попки я обрежу какой лучок хороший блин рядом лежит оаа пошла жара просто виталия рыдает сразу подготовим немножко перьев лука я думаю его порежем довольно крупно не будем мельчить так симпатично сверху будет лежать акинзу чуть поменьше порубим все-таки хочу чтобы она вкус свой отдала чем меньше нарублен тем больше вкуса отдает вот такой закон я только чтобы помидорки черри больше для цвета ну и вообще дополнительная сочность возьмем немного лайма пригодится и стручок красного перца у меня он маленький можно два взять я возьму один потому что у меня семья не очень любят острое но один обязательно добавим и туго у нас вот такие занимательные кучки лук кинза чеснок лук помидорки острый перец и для закисления мы используем лайм плюс аромат от него классный идем нагревать вог ну или какую-то глубокую сковородку жар сильный добавляем растительного масла у меня оливковая можно использовать кунжутная но дополнительно аромат даст только не рафинированная тогда будет прям аромат кунжута пускай нагреется чесночок лук когда начнет золотиться будем добавлять все остальные овощи для обжарки хотя красный перчик можно сразу добавим арахиса он уже жареных принципе но дополнительно под золотить будет не лишним и овощички уже наши вот эти красивые параллельно в объем одно яйцо его просто как омлетик пожарим так размешивая она будет тоже составляющей частью блюда у нас остались помидорки черри и кривитосики принципе они уже вареные поэтому их на ток подогреть и избавиться от лишней влаги после разморозки вот они сразу пошли пузыриться влага уйдет чуть поджарим можно будет добавлять рис я не использую дорогие креветки я не стал покупать какие-то королевские там купил коктейльные они дешевле и в это блюдо отлично подходит то что размерчик маленький удобнее будет есть я добавлю черного перца соль если надо добавлю уже после того как использую соевый соус потому что он как вы понимаете соленый еще добавлю немножко маслица сбоку и выложу рис как видите все на глаз тут нет какого-то правила что такая-то пропорция все вместе еще обжарим пару минут и будем заправлять соусом я добавляю соевый соус я наверно многовато жахнул честно скажу чуть чуть меньше его надо было немного отбалансирую с сахаром и добавим чуть-чуть лайма все в принципе блюдо готово и 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 Главное для меня переживание сейчас это То, что я свой соус Влил в том количестве, в котором не планировал Хотел в два раза меньше А что-то рука вот такая раз и перевесила В общем Но поэтому я не стал добавлять никакой соли И в общем-то надеюсь, что Меня это не сильно расстроит Давай попробуем Даже по цвету получился Чуть-чуть темнее, чем обычно Я привык Запах вкусный Кстати, вообще нормально Не пересолено Огонь Соевый соус можно добавлять в таком количестве Значит, смотри Что хочу сказать Во-первых, остренько получилось То есть вот эти вот Вроде бы маленький стручок И черный перец, они дают остроту Это острое блюдо Не максимально, но такое довольно Чуть выше сдержанной остроты Вкус яркий То есть вот чувствуется чеснок Если туда еще добавить, наверное, имбиря будет еще лучше Но я не стал добавлять Вы можете, если хотите, там любите имбирь Но тогда опять-таки с остротой регулируйте Потому что имбирь сам по себе тоже острый Да? Подожди, а что такое, как будто бы Не дожаренное? А, блин, арахис Я думаю, что такое, как будто бы Знаешь, кукуруза Бывает, попадаются Кукурузы еще не в виде Желтых таких вот Сочных классных штучек Семечек, да? А в виде именно Зернышек Это арахис Я уже думал, что-то не дожарил Что-то не предусмотрел В общем, просто вкусно, хорошо Просто вот как Как идея То есть никто не говорит, что надо Именно вот это добавлять Добавьте курочки Обжарьте там, да? В филе Да не вопрос Я говорю, сосисок накрошите Говядины, свинины Вот все, что угодно В качестве мяса Туда можно добавить Все остальное Это как бы базис Вот яйцо Очень советую использовать Оно в тему Кинза в это блюдо Считаю просто обязательно То есть лук можно не добавлять Например Но кинзы купите Кинза, она прям вот Ну серьезно Она тащит Тащит в Таиланд Пользуйтесь Особенно хорошо, когда риса У вас куча осталось Там, не знаю, наварили риса У вас тупо рис лежит Возьмите, приготовьтесь Такое блюдо То есть я-то специально все делал Но если остался рис Остались там какие-то заначки Обжарьте Добавьте соевый соус Устричного еще немножко можно И вообще будет Просто огонь В общем, как по мне Получилось отличное Полноценное блюдо Смело повторяйте Очень похоже на Тайские блюда Ну оно простое Не знаю, как говорить Очень похоже на Тайский рис Под тай Ну похож Ну а что там Как он может быть не похож Когда все элементарно Конечно, пользуйтесь Подписывайтесь на канал Ставьте лайки Подписывайтесь на инстаграм И всякое такое А я буду рис доедать Ну, кстати, к остроте Очень быстро привыкли Очень быстро привыкли Приятного аппетита Все пропорции укажу вам В описании Чтобы Было проще Ты острая как Нормальный А, ну да Ты же нормальный человек Ты из наших Ну как острый Не то, что острый Не так, чуть-чуть Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok